Устал сегодня? Но я тебе немного помог. Майонез купил? Майонез – мечта хозяйки. Настоящий, любимый, заботливый. Новая коллекция кухонной техники «Горенье Бай Старк». Создана Старк. Выбрана вами. Новая коллекция кухонной техники «Горенье Бай Старк». Я вас очень рада приветствовать на нашей кухне. Я очень тоже рада. Как ваше настроение? У меня настроение очень хорошо. Видя вашу кухню, как может быть у меня настроение плохо. Правда у нас уютно, классно? Уютно. Сегодня я очень довольна. Даже лучше, чем у меня дома. Наверное, сегодня еще будет у меня блюдо вкуснее, чем я дома готовлю. А вот давайте мы расскажем нашим телезрителям, что мы будем готовить. Потому что сегодня у нас блюдо необычное азербайджанское. Азербайджанское. Да, очень необычное. И расскажите, пожалуйста, что это такое? Сегодня мы будем готовить кутеп. Иногда в Азербайджане называют кутеп кета. У нас разные сегодня кеты будут. Конечно, вкус, запах. Вы сами будете увидеть и чувствовать, сколько она действительно хорошая. Вы нас будете удивлять? Да, очень, очень буду удивлять. Конечно, можно сказать, что в Крыму даже такого не готовили. Я не видела никакого телевидения. Да, сегодня будет ваш гостик кутеп, азербайджанский кутеп. Сегодня нам нужно будет по одному пучку кинза, укроп. Кушечка, кушечка, шпанат, лук и чуть-чуть, где-то не пучок, чуть-чуть, 4-5 штучек, как шары. Можно готовить, чтобы добавить, что пусть будет кисловатая. Кислиночка. Да, да, аппетита будет появиться, когда начнем кушать. И еще что надо будет нам? Нам надо будет гранат азербайджанский, лук, 4-5 головок, сыр. Твердый сыр. Твердый сыр, сливочное масло и куриное филе. Как вы видите, скажете, что за кетет, столько всего. Да, это будет разный кетет. Называется кутеп зеленью, кутеп гранат зеленью, кутеп сыр зеленью и кутеп с куриное филе. То есть разными начинками. Разными начинками. Кому что нравится. Да. Это очень интересно. Всем все нравится. У меня желание, что нашим зрителям показать всю азербайджанскую национальную кухню. Я сегодня вам очень благодарна, что дали такую возможность нам. И мы вам очень признательны, очень благодарны, что вы пришли. Спасибо вам, спасибо. Ну что, начнем? Начнем. Начнем резать зелень и лук. Так, зелень, мышечку. Вы мне доверите? Доверю, но только мелко резать не надо. Надо крупно. Крупненько, да. И я режу лук, ладно? Поможем друг другу, тогда получится, наверное, еще вкуснее, чем я думаю. Нужна для теста. Да. Так. Наша прекрасная мука торговой марки Урожайная. Наше тесто будет красивым, пышным и вкусным. И еще нам понадобится без садж не обойдемся. Все будем готовить на электрическом садже. Ух ты! Это азербайджанская кухня не обойдется без такого саджа. Конечно, сегодня мы будем использовать электрическую. Тут костер, все готовить этот невозможно. Да, это у нас национальная техника, национальная азербайджанская техника в кухне. Машалла, машалла. Это изюминка наша сегодня. Ну что, без минаги. Начнем. Начнем. Так, такой вам нож подойдет? Подойдет, подойдет. Начнем реализовать. Лук будем, конечно, врезать мелко. Сколько она должна сильно чувствоваться, конечно. Так, смотрите, зеленушку по разным тарелочкам нам? Нет, все вместе. Все вместе, да? Вот смотрите, так пойдет? Не придется, мне вас научить. Не придется, потому что зелень взять надо. Вместе, да? Да, вот они должны вместе, вот даже, может, и шпана с кинзой вместе, что у них вкус должно смешиваться. Так, и вкуснее получится наш кутер, да, да. Все уже, лук у нас готово. Нарезали довольно-таки мелко. Да, мелко, несмотря, лук был в горке чуть-чуть, но... Перпели. Наплакались мы уже. Перпели. Вот. Запах очень хороший, а плука, видимо, что хороший соль. Вот. И сейчас начнем резать филе, куриное филе, потому что нам же, я сказала, понадобится еще куриное филе. Вот, возьмем. Как мы его будем нарезать? Мелко? Мелко будет, да. Я еще потом чуть-чуть бить полу. Обычно, как женщины любят, через мясорубку, когда пускаем через мясорубку филе, ну, да, хорошо, легко, но не так будет вкусно, как я сегодня готовлю. Когда что-то мясо пропускаем через железо, вот мясорубка железная, правильно? Это запах и вкус потеряет. Как раньше наши женщины приготовили, старые бабушки. Мясорубок не было? Да, били, били, били. Не то, что мясорубка не было, это им понравилось, потому что она получилась вкусненько, да, в итоге очень вкусненько. Вот, поэтому сегодня я решила бить, подбить вот это куриное мясо. Сейчас чуть-чуть мелко режу, потом буду. Смотрите, зелень я уже нарезала. Что хочу сказать, вот недавно было в юридическом академии, когда был день единства, праздник, да, собрал всех народов, студенты, которые национальные танцы, национально-обилюбины. Студенты на крупную? Можно на крупную, да. Вот, национальную кухню. И нас тоже приглашали. Там выступали студенты, там украинцы, крымская татарин была, девочка была русская, греки. На нашем вот пять студентов, вот среди них все нации были. Они должны были готовить азербайджанский танец и должны были готовить азербайджанское блюдо, национальное блюдо. Что хотите? Мы получили самое высшее, вот это высшее место гостеприимности, это диплом нам выручали. Столько было. Я не сомневалась. Да, да, еда, вот прямо запах, там сказали сами, что от вашего стола не уходит просто. Такой запах вкусненький. Расскажите о своих традициях, как у вас проходят свадьбы в Азербайджан? Я знаю, что вы зовете много гостей, готовите различные блюда национальные. Расскажите, пожалуйста. Вы представляете, когда у нас свадьба, на свадьбу можно более 200, 300, 400, 500 человек приглашат. Вы тут представляете, что все это готовить должны женщины, вот это родственники. Мужчины ничего не готовят? Мужчины готовят у нас мясного шашлыка. Вот я слышала, что есть сугубо мужские блюда, то есть мясные блюда, да? Да, вот наша женщина, вот как-то не позволено, что наша женщина будет шашлык готовить, для мяса что готовить. Ну, конечно, я, как сказала, бас-бас можно женщинам готовить. Ну, шашлык он ассоциирует. Кебаб или кебаб, мужчины больше. Только попробовать, вот это только мужчины. Получается очень вкусно. Слегка, не надо сильно, вот это тут я забыла, не резко. Ну, так и мягко этот. Знаете, еще хотела бы, да, готова. Сейчас будем резать. Азербайджанского программа. Мастер-класс. Да. Кому-то кажется, ну, Гранаджи, можно слегка резать. Сейчас скажу, как она режется. Прошу. Так, а я буду снимать, смотрите. Да, Гранад. Так, мы его надрезаем. Обрезаем, как шапочку. Шапочку. Да, вот смотрите, пожалуйста. Вот это будет. А как Гранад выбираете? Вот этот хвостик должен быть сухим? Да, это будет сухим, само собой, потому что они оставляют на осень, на зиму. Иногда у нас так, тут они гель мажут, гель, да, чтобы она держится хорошо, не полдится. Вот, пожалуйста, смотрите. Ой, я уже вижу, что Гранад у нас такой ярко, насыщенно красный. Сейчас у меня программа много чего будет вам сказать, вам передать. Вот сейчас режем, и дальше у нас разговор пойдет еще приятнее, еще темный у нас будет очень разговор. Вот сейчас, вот видите, как я не сильно, вот слегка режу гранаты. У меня папа каждый вечер, как нас собрал за стол, помню, как он резал нам груши, гранаты. С тех пор я люблю резать гранаты. Я думала, только у меня папа умеет резать гранаты. Я думала, другие папы не умеют. Он сколько любовью, да. Правда, для каждого свой, самый лучший. Вот смотрите, пожалуйста. Это получается с долей, да. Видите, как она получается? Как цветочек. Да, как цветочек. А как на азербайджанском будет гранат? Гранат. Нар. На азербайджанском татарском нар. Нар. У вас тоже нар. Да, у нас тоже нар. Сколько сходств. Пожалуйста, сколько гранат. Хорошо, вот 10. А я попробую. Пожалуйста. Они очень сладкие, очень вкусненькие. Очень сладкие, попробуйте. Могу? Вы выбрали. Я знала, что гранат будет такая вкусная. Вот когда гранат открывали, что вы чувствовали в этом гранате? Вот смотрите. Ой, похоже на цветочек. Такой красивый, который раскрылся и дышит воздухом. Вот каждый штук гранат мне означает разного народа. Смотрите. Они вместе. Когда раскрываем, мы ближе познакомимся их нетрадициями и культурой. И иногда, мне кажется, этот гранат есть одна семья. Вот внутри каждый гранат есть одна семья. Они сколько друг друга держатся крепко, сколько они счастливы. Какая ассоциация мне понравилась. Вы обращали внимание, когда рыжим гранат, они столько крепко друг к другу держатся. Эти гранаты всегда вкусные. Это означает, что наши члены семьи или разные народы в Крыму, сколько будут уважать друг друга, сколько будут друг друга любить, столько и будет счастье у каждого народа. Конечно, согласна. Сегодня у нас гранат еще готов. Наш гранат готов. И теперь мы потихонечку будем заниматься нашим тестом, да? Так, а наш гранат готов. Так, для теста. Что нам нужно для теста? Для теста нам понадобится килограммчик мука. Килограмм муки мы возьмем, конечно, там будем использовать 600-700 грамм муки. Так, вот это вам подойдет для теста? Подойдет, подойдет. У вас тут сегодня посуда такая красивая, мне хочется работать и работать. У вас я себе чувствую очень хорошо. Так, мука нам понадобится. Водичка, да? Да, водичка понадобится. Водичка у нас прекрасная. Аквастар – это крымская вода, каждая капля которой несет в себе вкус чистоты. Аквастар доставим в воду ваш дом и офис в удобное для вас время. Давайте создавать ваш уютный мир вместе с Аквастар. Больше половины, да? Да, больше половины. Это 600 грамм, 600-700 грамм. И нам понадобится лук. Для теста не надо больше много чего. Мука высшего сорта, вода и соль. Я вам советую вот такую муку торговой марки Урожайна. Урожайна – это мука и крупы крымского производства. Каша и гарниры из крупы Урожайна всегда вкусны, потому что внутри упаковки только лучшие проверенные крупы. А тесто и выпечка из муки Урожайна всегда получаются такими, как вы задумали. Именно поэтому нравится всем. Урожайна хозяйки знают, что выбирают. Хочу сказать, у меня в кухне только такая мука. Да, вот видите как. Только такая мука. И с нашей прекрасной мукой Урожайна водичкой, солью. И что нам еще? Ничего не надо. Мука, вода и соль. Все. Так просто. Давайте начнем. Начнем заместить тест. Ножик я, пожалуйста, дыру нам ножик. Вот на 600 грамм муки нам понадобится одну чайную ложку с горочкой. Да. Все, ничего больше не надо. Чайная ложка соли. Да. И добавим водичку. И водичку. Потихонечку. Потихонечку. Да, да. Добавьте, добавьте. Обычно хватит, наверное. Обычно думают, когда тесто готовится, туда обязательно яйца надо. Нет, тут не понадобятся яйца. Да вон таки простое тесто. Да, простое-простое тесто. Сколько тесто простое, столько получается вкусное. Для кутеби надо только так, по-другому никак. Ну, конечно, кто не любит недрожжевую, значит, чуть-чуть будут дрожж добавить. Чуть-чуть можно добавить. Водичку еще? Угу. Вижу, тесто наше уже готово. Да, у нас тесто готово. Я хочу, что вам сказать. Моя бабушка всегда мне сказала, что тут хозяйка самая чистоплотная, что когда готовят тесто, посуда по бокам чистая. Не смотрят? Угу. Видите, как хозяйкам на заметку. Хозяйк разный бывает. Бывает, работают, но чистоплотные. Есть такие, ну, то и делают. Но не чистенько, не аккуратненько. Поэтому я слежу, советую своей бабушке. Это всегда приятно, это всегда хорошо. Чистота – залог здоровья. Да, давайте закрываем тесто, пусть она чуть-чуть отдохнет. Ладно? Угу. Мы немножко подождем. Подождем. А пока мы будем ждать, Алифахану, я вас хочу угостить кофе. Здорово. Это наши крымскотарские традиции. И каждая крымскотарская семья не обходится без кофе. Ежедневно мы употребляем. А готовится кофе в холодную воду. Мы насыпаем кофе, и он получается вкусный, ароматный и с пенкой. А сегодня я готовлю кофе лево-голд. Плита у нас уже нагретая. У нас замечательная техника горения, которая нам помогает. Лево-голд, богатый купаж отборных сортов арабики с лучших плантаций мира. Подарит вам незабываемый яркий карамельный вкус и цветочный аромат. Сделайте ярче ваш день с кофе лево-голд. А наш кофе пахнет уже. Мы немного подождем. А скажите, Арифа Хану, вы любите кофе? Я люблю кофе, но еще больше люблю чай. Мы азербайджанцы любим чай. Чай? Черного чая. И, кстати, я замечала, что вы подаете его не в пьялушках, как мы пьем, а в таких грушевидных стаканчиках. Да. Почему в таких? Есть какой-то секрет? Да. Когда армуду в стакан называется. Армуду в стакан. Армуду, то есть, да? Армуду. Тогда армуду в стакан, татарский, наверное, этот. Армуду в стакане мы пьем чего? Когда пьем, нам хочется еще. Потому что она же маленькая, нам еще хочется. Мы уже в первом стакане не чувствуем вкус. На втором начинаем чувствовать, на третьем уже осознаем, что мы пили. А какой больше предпочитаете, зеленый или черный? Черный чай. Черный чай. Мы всегда пили черный чай. Зеленый не пьете вообще? Зеленый может, редко в случае, да, можем зеленого чая пить. Но мы, азербайджанцы, создались для черного чая. Вот можно сказать, у нас же Ленкеран, есть город Ленкеран, там и выращивают азербайджанский чай, очень вкусный чай. Здорово. Вот смотрите, когда к нам приходят гости в семье украинских татар, мы угощаем изначально кофе. А чем угощаете вы? Чай. 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 Не спрашиваем, мы приносим в армаду стакане чай. Но, несмотря, у нас пьет в армаду стакане чай, я сама лично люблю в большом стакане пить чай. Потому что мне не хватает армаду стакана чай пить, не хватает. Я очень люблю чай, очень. И кусочек сахара, квадратный кусочек, азербайджанский. Ну и, конечно, ваше лакомство. Так. Вот смотрите, с какой пеночкой у нас получился кофе. Очень вкусно. Пеночку. Так, наши стаканчики. Очень вкусно. Наверное, я пойду домой и готовлю такой же кофе. Куплю такой же кофе и готовлю. Очень вкусно. Обязательно. Вот таким образом пеночку сначала. А вы настоящая хозяйка. Я стараюсь. Каждая женщина должна быть хозяюшкой. Да. И вот так выливаем наш вкуснейший кофе. Вы сейчас почувствуете, какой он вкусный. Отчего я люблю татарского народа, вот у них все вот инструменты в кухне, техника в кухне, вот похожи с нашими. Что-то есть общего. Общего много. Общего очень много. Похожа музыка, традиции, обычные. Да, внешность похожа. Все, все похожи. Хара-хашла-хара, козыря. Да, а вот я сегодня тут, я у себя дома. Как у себя дома. Чок-савон, чок-савон. А мы пока попьем кофе и посекретничаем. Да. Посмотрим, как наше тесто. А щечка, пока мы разговаривали, пока мы были заняты, у меня тесто так отдохнуло хорошо. Тесто получилось очень хорошо, очень. Мука щечка хорошая, хочется работать и работать. Да, мука у нас очень хорошая. Тесто очень хорошее. Давайте так начнем. Давайте начнем. Это я могу убирать. Убирайте, пожалуйста. Без вас я никак не могла бы ничего делать. Какая помощь. Знаете наше волшебство. Берем муку. Вот-вот-вот, видите, мука прямо аж действительно хорошая мука. Вот, пожалуйста, дорогие зрители, смотрите внимательно, что я делаю. Все тесто промыкаем муку. Такую колбаску, так скажем, естественно. Да, 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 да. Вот, пожалуйста. Арифаханум, а дома как отдыхаете? Расскажите, а то мы все о работе. Да, точно. Да, да. Ведь каждый человек и отдыхает. Как складывается ваш отдых дома? Хочу сразу отвечать, я дома отдыхаю своей семьей. Это для меня отдых. Когда мы за столом, в каждом стаканчике чая, вот это есть отдых. Когда дети со мной советуются, что-то или папой советуются, это действительно. Это рай, сказала вам. То, что это рай. Рядом с родными. Да, да. Это, как мой муж говорит, я не могу нигде отдыхать, кроме синей. А с мужем как вы знакомились? Да, это такая история. У меня, у нас тут роль играла обычая. Что скажи, я, когда семью создала, до семьи видела его пару раз. Потом мужа сторона, сестричка, своему брату сказал, тебе пора жениться. Уже тебе 25 лет, надо жениться. Вот. Когда он видел меня, тоже влюбился. И своей сестре сказала, да, она мне нравится. Еще бы в такую женщину не влюбился. Да, она мне нравится. У нас, когда женит, по большой роли играет наши родственники. У тебя жениха, сестры все острые, родители, да. То есть вы прислушиваетесь очень к совету старшего родственника. Да, обязательно, обязательно. Если ему понравилось, и что родители, сестра сказала, да, она стоит, замуж-вызья, да, они уже начинают готовиться к нам. И самое главное уважение. Самое главное уважение. Он никому дома не сказал нет. Да, если семье советует, значит, надо вперед. И я тоже прислушивала свою семью, своих родителей. Вы жили в одном городе? Мы жили, я с района Ахсу, Азербайджан, есть красивый район Ахсу. Он в селе Биджо. Село называется Биджо. Вот это село, самое-самое популярное село в Азербайджане. Знаете чем? Чем? Своими коврами. А, ковры шикарные делают. Там такие ковры, там хозяюшки. Как они вяжут? Какой же это труд, какой это тонкий труд. Очень большой труд. Я помню, в этом селе каждая хозяйка занималась, плетала ковры натуральные, шерстяные. Что вам, как вам хочется? Каждый ковер – это история. Что-то означает, да, каждый ковер, да, что-то означало. И кто приготовил вот хорошие ковры, они были популярнее даже в нашем районе. У кого можно купить ковры? Например, есть села Биджо, там, например, тетя Сария или бабушка, ягодь или кто-то еще. Они готовят очень хорошо ковры, надо у них взять. Видите, как когда любишь свою работу, даст плод. У каждого же не купили ковры, кто красиво работал. И краски используются натуральные, да? Все натуральные, у нас ковры, да, используют все натуральные. Я, как была маленькая, видела, у меня мама как раз села Биджо. Мама, оттуда у меня мама врачом работала, образование у него достаточное было. Я была, когда маленькая, была в этом селе. Видела, как в каждом доме сидели ковры, понимаете? А на коврах видела разные рисунки, думала, что же это означает. То верблюдо, то рука, то арабском алфавите, там и вот какие-то слова. И картинки, картины, понимаете? Вот помню тогда даже, кто-то вязал ковры, там была картина Гайдара Алиева, нашего президента бывшего, Гайдара Алиева. Думаю, надо же, какой труд. Или картина верблюда, или картина красивая девочка. У нас есть хушикбани на таван, вот обычно его картина. Низами генджеви, потом шервани, кого я скажу. Вот это, конечно, работа достойная была, достойная работа. И у нас сейчас в Азербайджане ценят этот труд. Супер. А мы продолжим. Теперь что мы делаем с этой нашей колбаской? Ага, с нашей колбаской мы режем на несколько частей, ладно? Конечно, сейчас мы ножом работаем, а наши бабушки, прабабушки работали рукой только. Вот железного ничего, с железным ничем не трогали, потому что железь убирает вкус, убирает энергию хорошую. Вот сейчас научу, как у нас кунде делается. Это называется кунде. Вот сейчас покажу, вам очень понравится. Ох, как мне понравилось, когда мои родители, моя мама или бабушка, приготовили юху и кутеп. Вот сидели рядом. Вот, смотрите, вот разделила, да? Сколько частей? Два, три, четыре, пять, шесть. Нам тут сегодня надо будет, конечно, четыре, но лишнее будет. Будем готовить лишнее, будем наесться хорошо, правильно? Конечно. Вот, смотрите. Кунде, как у нас делается. Показывайте. Вот, смотрите, вот, вот, вот. Вот, пожалуйста. И пошло дальше. Наши янтухи делаются по такому же принципу. Да, и ваши вот тоже бабушки, прабабушки так приготовили. Просто вы сейчас это можете забывать. Все ваши родственники там, вы скучаете, наверное? Конечно. Ну, часто же ездим. Часто ездить? Часто ездить. Я в этом году приехала только. В этом году только приехала. У меня одна книга там. Я же еще, вы же, как знаете, еще пишу стихи. Я знаю, я хотела у вас как раз просить. Я ознакомлена с вашим творчеством, с вашим увлечением. Расскажите нам, когда вы начали заниматься этим, когда начали писать стихи? Вот сейчас мне 46 лет. Я как-то начала писать. 40 лет была уже мне. Прямо с узок лет начала писать. Не так давно? Не так давно, да. Уже мне несколько лет. Значит, было какое-то такое вдохновение. А откуда черпаете вдохновение? Ну, наверное, что у меня в душе столько людей. Каждому человеку, каждому животному. Каждому даже, скажу, мы называем недушевленной, да, этот нож. К нему даже у меня любовь появляется, когда вижу. Потому что вижу, сколько красиво работало. Начинаю любить. Уже мастера, уже приготовил, что молодец, умничка, как красиво готовил. Сколько работы проделано. Да, да. Может, от этого появился у меня стих. Может, и так. А что-то расскажете вам? Да. Одну вот, могу один куплетик сказать. Ну, давайте. Только по-азербайджански. А с удовольствием вы послушали. Я немного научусь. Да, это называется стихотворением о нем Азербайджаном. Мой Азербайджан. На этой стихе, между прочим, тут сочиняли музыку. Это называется «Гимн нашей автономии». Мой Азербайджан. Азербайджаном. Да. Бучу Азербайджану. Ларгайчук, танчук, селамлар. Да. Азербайджан, селамлар. С чего это появилось у меня стих? Когда я тут представляла своего Азербайджана, столько люблю в душе, да, можно сказать, что пела просто. Вот это появилось такое стихотворение. Вы хотели передать всю красоту, свою работу. Да, да. Если я заболею, меня только может лечит Азербайджан. Вот такая вот в этом куплете. Это ваша Родина. Да, и столько мне в Крыму тут хорошо, вот, я не скучаю за Азербайджаном, за своей Родиной. Она во мне. Вот тут создалась такая аура, такая внимание, да. Такая мудрость в ваших словах. Да, она Азербайджан во мне, поэтому я не скучаю. Вот сегодня вот в вашем прекрасном кухне, вот сегодня кухня столько красивая. На самом деле, такого еще не было. Какие орнаменты восточные. Очень красиво, очень. Наверное, я пойду домой, буду сочинять стихи про лавашку. Обязательно потом прочтете. Да, да. Так, у нас уже тут вот такие вот кружочки. Да, и возьмем посуду, уберем кунги и начнем катать. Начнем катать нашего лаваша. Красиво, да? Вот так мы сложим сюда. Начнем готовить лаваша. А вот я обратила внимание, вот у нас у крымских татар это называется ухла. А как называется у вас? У нас тоже ухла называется. У вас тоже? Да, ухла. Что хочу сказать, что это я привезла из Азербайджана. Вот это мамина моего вот ухлова, она передала мне. Вот столько привыкла. С центрального дерева. Да, сейчас увидите, как буду работать. А есть тут многие ухлова, которые они несознанные для для лавашки. Для вареников, для других блюд. Сейчас я готовлю, вы посмотрите. Он особенно тонкий. Вот рука привыкла на тонкую. Должно быть тонкая. Вы представляете, на свадьбах у нас готовят лаваша или гутеп. Их 100 штук, 200 штук. А если она будет толстая, вот не тоненькая, рука будет быстро уставать. Давайте так легкая. Работать можно легко. Начнем? Начнем. Начнем. Даже раскатываем. Вот смотрите. Это в Азербайджане раскатывает вот так. Видите, как красиво. Пожалуйста, чуть-чуть муку добавляю. И... Паш... Вот, пожалуйста. Вот самая изюминка. Вот это вот так катать, каждая женщина не умеет. Даже девочка не умеет. Да, она дает его умеет. Вот когда я занимаюсь, готовлю кутеп и лаваш, для себя чувствую настоящую женщину. Думаю, это слава Богу, спасибо Богу, что мне дал разум, мне дал возможность использовать этот разум, что умеет готовить такие вещи. И это меня укрепляет очень сильно в семье. Пашалла. А какое ваше любимое блюдо? Ваше речи. Что хочу, самое любимое, скажу сегодня, вот кутеп, поэтому я готовлю. Да, это ваше? Очень сильно-сильно люблю, да. Ну, далма виноградным есть я очень люблю. Базбаш. Вот. Даже тут есть из русского народа, наши знакомые, этот базбаш называют неповторимый. Ух ты. Потому что действительно это неповторимое. Вкус там называют неповторимым. Вот. Потом хингал. Какой-то прекрасный день у вас я готовлю хингал. Обязательно. Мне даже хочется тут готовить хингал. Сколько уютно, сколько удобно тут. Вот удобство. Вот хочется хингал готовить. А хингал любит удобство. Уютное место. И наш кухня с тобой. Сегодня у вас получится. Очень добрая такая, светлая, арифаханная. Но мы каждый должны быть такая. Если бы мы каждый были действительно светлые, сегодня не было бы в мире война. Вот мы уже, можно сказать, видите, как... Ой, как тонко, дорогие друзья, это нужно видеть. Сейчас, сейчас, сейчас. Как закончить? Сколько тонко раскатала вот джаим. Сейчас, сейчас я покажу. У нас говорят украинских татар. Так, сейчас, сейчас. А как у вас называлось? Вот у нас джаим называют. Ну, вот когда уже раскатал. Это у нас называется лаваш. Лаваш называется? Да, да, да. Когда мы готовим пахлаву, азербайджанская национальная сладость. А сладости у вас очень много вкусно. Шакерба, пахлава. В этот раз я пришла просто так вот. А в следующий раз я уже специалистом стала. В следующий раз будет по-другому. Не так, как сегодня. Да, смотрите, как быстро все. Вот, что хотела сказать про пахлаву. Я хотела сказать, когда готовим пахлаву сладкую, азербайджанскую, у нас лаваш еще тоньше. Еще тоньше получается, чем этот. А тут большой труд, что даже кюнде у нас еще меньше быть. И тоненькое, и тоненькое должно быть. Вот я сказала бы, мы пока уже все. Вот. Поправим, как должно быть. Супер. Ух ты. И дюйерти. Ух ты. Дюйерти. 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 Вот. Вы умничка резали вот по-крупному. Этот для кутяп это обязательно. Знать, чего крупное? Можно было вон мелко, да? Они как-то будем есть кутяп, они под зимами, знаете, будут хрустить. Еще дает аппетит красивую, вкусненькую. Пожалуйста. Балабан, балабан, янтах дайну. Да, я балабан готовлю всегда. У меня меньше не получается. Ну, еще у вас три мужчины в семье. Ну, обычно же наши маленькие как-то вот. Нет, я должна побольше. Но, конечно, сач, который на костре у нас поставят, там больше, больше получается. Это же что-то неимоверное. Я такое вижу впервые в своей жизни. Почему именно сач? Потому что по-другому никак нельзя. Многие могут готовить на сковородке, в сковородке. Это не так будет вкус, как на саче. Сач у нас древняя. Когда видите сач, вы будете вспоминять про Азербайджана. Наши бабушки, прабабушки в саче готовили. У нас это электрический сач. Такой жар. Да, это электрический. У нас есть неэлектрический, на костре поставлен. Вот, когда поворачивает сач, а там могут жарить мясо, жарить джизбез, который я вам сказала. Хорошо, что есть электрический. Вот сегодня нам помогло электрический сач. Не было бы сегодня, кто бы тут не приготовили бы. Вот, видите, как получается. Начнем, начнем. Вот, тут крепко надо закрывать, чтобы потом не раскрывается. Вот, вот руками, смотрите, как беру. С двух сторон беру. Пожалуйста, разводился. Вот, пожалуйста. И на наш прекрасный сач. Вот, на середину. Супер. Пока будет готово, я тут разуну вторую. Да. Какой запах. А чем потом берете? Сейчас, я ничего не скажу. Вы должны сами увидеть. Да, вы сами должны увидеть. Сколько секретов сегодня. Смотрите, вторую начнем. Конечно, вторая у нас будет гранат с зелень вместе. Какой-то будет гранат и зелень. У нас уже готово, надо поворачивать. Ух ты! Все надо нам вовремя делать. Если чуть-чуть опоздали, все. Запах какой. Мне самому нравится этот запах. Супер. Когда уже видим, что собирается водичка, вот можем чуть-чуть. Маленькую дырочку. Вот видите, выходит все. Чтобы не поднимался. Да, да, так, что хорошо, пускательится. Ладно? Самое-самое загадочное дело. Вот, пожалуйста. Посмотрим сейчас. Зрители, если бы вы знали, какой сейчас тут запах, какой аромат. Я сама не так хорошо. Хочется прямо есть тут же. Мне смотя, я... Аппетит вы, конечно, нагнали. Пожалуйста, дайте ножик вам. Сейчас масло надо. Думаю, что... Вот, пожалуйста. Как отказаться от таких блюд? Я не знаю. Это у нас с зеленью и луком. Да, зеленью и луком они. Первое самое. Вот, пожалуйста. Вот чуть-чуть будем... Ждем с... Все. Делаем следующее. И соль добавим. Как было? Каштан отваривается. Затем поджаривается. Да. На сливочном масле опять-таки, да? Да. Отваривается, а на мясо добавляем отваренную, не жарим. Такое дело можем жарить, чтобы украшать плов. Вот одну берем. Наш красивейший гранат. Да. Смотрите. Вот, пожалуйста. Вкусно очень получится. Вот где я вижу гранат, как будто вижу свою родину. Тем более сейчас отербайджанцы эти гранаты в каждом шагу. Можно их взять и попробовать. Они очень вкусные. Можно сказать, мне думать, гранаты все время есть. Он очень полезен. Да, полезен и очень люблю. Кроват. Гранат немножко добавляем, да? Я так смотрю. Немножко. По вкусу. По вкусу. Я люблю так. Кто-то любит побольше, кто-то любит поменьше. Все по вкусу. Вот, пожалуйста. Закрыли, как первый раз было. Готовить надо столько внимательно. Покажите вот еще раз, как вы делаете мастичку. Вот, 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 тут трудного ничего нет. Вот, пожалуйста. Начинаем плетать косичку. Это уже дает нам гарантию, что не откроется. Если откроется, это же сколько труд, правильно? Пропадает труд. Труд. Жалко же, хочется. Вот, пожалуйста. Машалла, как вы быстро справляетесь? Мне даже и помогать вам нечем. Ну, если не могла бы, значит, я не считала с позербайджанкой. А как так? Начинаем третью готовить. Третью готовить. Третью готовить. Да, мы сейчас на сад поставили зелень, лук, гранат. И сейчас готовим зелень, лук, сыр. Зелень, лук. С сыром, да. Добавляем сыр. Начинка, да, зелень, сыр. Для любителей сыра добавляем сыр. Арифаханум, я вас очень хочу поблагодарить, что готовы наши прекрасные кутебы. К ним мы можем добавить различные соусы по вкусу. Допустим, торговой марки «Мечта хозяйки». Такой, либо такой. Я была очень рада видеть вас у нас в студии. И хочу вам подарить небольшой подарочек от торговой марки «Леба». Ой, спасибо вам большое. Будете пить этот прекрасный кофе и вспоминать нас, надеюсь, с улыбкой. Спасибо, моя хорошая. Спасибо. Спасибо за подарки. Я думаю, что вы мне дороже, чем подарки. А из чего хсахал нас взаимно. Дорогие телезрители, нам было очень приятно с Арифой Ханум приготовить такое чудесное блюдо. А с вами мы прощаемся. До новых встреч на канале Милет. С вами была Иша Джудетова и Арифа Ханум. Устал сегодня, но я тебе немного помог. Майонез купил. Майонез – мечта хозяйки. Настоящий, любимый, заботливый. Новая коллекция кухонной техники «Горенье Байстарк». Создана Старк. Выбрано вами.